Было подружено вновь на 1 мая 1942 года над поверхностным фашистским рейсамом в Берлине разведчиками Михаила Бегорова и Галитонов-Контария. Убор в Красное Саде является официальным стимулом победы советского народа и его вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. На площади, военные барабанщики, на радиственных учреждениях и военных в Санкт-Парадах. Парабанные сигналы всегда использовались для управления и самоство височного состава на поле Боря, Попутов и на Маршах. Стройной смотра и парадов. На площади, военные, государственный флаг Российской Федерации. Но цвета, алицетворенный мир и чистоту, веру и верность, силу и кровь, пролезают за свободу и независимость нашего Отечества. За государственным флагом России следует Андреевский флаг. Оппонента Московского флага «Колки» на корабле является выявленным станем корабля. На площади, в плане Федеральной службы безопасности России, честь, соки, долг, выносливость, умели оперативно реагировать и действовать в любой обстановке от качества настоящего пограничника. На площади победы! Востепихе, Funeseman и Заполниках, Андреевского флага «Кагинского оборудов» возглавляет вбруй, в то время, в лучшую судьбу, в марш для цели до 1945 года, самим финансовом армелика «Майор Олимпийсия Гороба», Андреевского флага «Кагинский оборудов» «Кагинский оборудов» Командует расчетом полцов и сирия Едоров. Многие инфекторы, идущие в краю, участвуют в дальних морских походах международных училий и маневрами. На площади по разным расчетам веществах нефравно-симорсоведения и воплощающих предполнительского хода. В вооруженных силах России рабочие и ветер являются предназначенными помощниками СССР и затянниками для рядового и сыржанского состава. По площади поверья щекает шаг, находят женщины военнослужащие воинских частей Балтийского флота. Немало ярких страниц, вместо женщинами, военных вершись в нашу государство. Славные традиции своих предшественниц достойно продолжает нынешнее поколение россиянок, проходящих службу в ритах Балтийского флота. На площади курсанты филиала военного учебно-научного учебника ВМФ военно-морская академия в городе Калининграды. Возглавляет парадный расчет заместитель начальника филиала по учебной и научной работе Балтийский Михайлович. Парадом в краю. Будущие партии официальной России. Мимо трибуны проходит сводный парадный расчет девушек-курсантов Балтийского военно-морского института, который возглавляет Саша Ксина, Мария Ксаломистикова. Учебное заявление является одним из лучших системе подготовки кадров для военно-морского флота. По площади, как жительный маршал, проходят курсанты Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВР-1, одного из старинцев учебных заведений нашего региона. Парадом в руках, вновь учебника Штурпа Юнисберга, полковник полиции Денис Федоров. За 64 года учебное заведение подготовило более 17 специалистов для органов внутренних дел в нашей стране. В строю, в чекании шаг девушки-курсанты Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВР-1, будущие оперативники и следователи, каждый год в строе девушек-курсантов становится настоящим украшением парада. На будущем победе парады Расчетка и Градского покорничного института на юральность русской безопасности России. Есть заботы специалистов по обслуживанию государственной границы и обеспечению безопасности нашей Родины. По итогам прошлого года Градский-курсанты признан лучшим среди оборудователей учреждений ФСБ. На площади парады Расчет Офицеров Гвардейской операционной Новгородской плавиции Санкт-Петербургского и Ленинградского авиации Борзова базы Балтийского флота. Возглавляет строй офицеров-авиаторов, заместитель командира авиабазы, в партии подполковник Алексей Молодеев. Мимо трибуны проходят военные морейские среди и национальные корабли Балтийского флота. Возглавляет парады Расчет, старший помощник галактира эскадритного миноносца Расчетка, капитан 3-го ранга Михаила Саволовский. Горобли Балтийского флота регулярно несут боевой силу и боевой культуры в Балтийском резервном порядке, успешно выполняют задачи в Средиземном море. По площади проходят наследники артиллерийского военных лет, военные прославлены и деморской красноцоверной орденовку Кузова и Суборова артиллерийские регалии 11-го армейского корпуса Балтийского флота, сформированного 1-го апреля 2016 года. Руководитель саразным расчетом, заместитель командира соединения подполковник Михаил Калпинский. За годы Великой Отечественной войны часть врага от Москвы Куркокин и Сверхо. На площади победы отдельная, флотерийская, философская, артиллерийского военного и Александра Невского бригада морской пехоты. Возглавляет парадный стройка военных, а также в Санкт-Петербурге, власти, подполковник Александра Баранова. Сегодня сборки расчета морской пехоты Балтийского флота, участвуют в военном параде на Красной площади, в столице нашей родины и город Герои Морства, и на Дворцовой площади из Санкт-Петербурга. По площади победы впервые проходят участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Люн-Армия». Возглавляет парадный расчет Дмитрий Чумаков, заместитель руководителя военно-патриотического клуба «Наследие», которым руководит Наталья Чумакова. Символично, что сегодня воспитанники этого клуба в достойной чести пройти парадный марш в День Победы, год 90-летия образования «Коса Аф России», который воспитал миллионы защитников Родины, героически сражавшихся на вратах Великой Отечественной войны. «Люн-Армия» — это отделение государственных решений в России, целью которого является воздействие распитания нового поколения российских градусов. Миноминистерство движения создано в 2017 году по инициативе Министерства обороны Российской Федерации и при поддержке президента нашей страны. Уважаемые товарищи, на площадь Победы въезжает легендарный танк Т-34 с красным знамением победы. Эта «тридцать четверка» участвовала в штурме города Гребочкин-Колисберг. Экипажем танка было одержано четыре боевых победы, в том числе уничтожена фашистская самоходная установка «Тертина». Заводы войны 1142 танкиста стали героями Советского Союза. Танки Т-34 находились на оборужении всю Великую Отечественную войну и принимали участие во всех боевых операциях. И не было лучшей боевой машины ни в одной армии мира. На площади Победы в агенте Лишавы и Академии, в которых находятся ветераны Великой Отечественной войны, это капитан первого ранга владительских миссианов Михаил Егоров, полковник Борис Глубин Александр Куплыев, подполковник Борис Гребочков и капитан Николай Куркин. Слава советскому солдату, воину-отвободителю! На площади Победы ввечает боевая техника Балтийского флота, грозное и мощное оружие, стоящее на вооружении среди генерий и частей береговых войск и противовоздушной обороны Балтийского флота. На площади Победы бронетранспортеры СПР-82А. Нарившие бронемашины развивают скорость хода до 90 км в час на шоссе и до 90 км в час в уничтоженной местности. Специально развивают воздух и граби, где создаваться в токах России даже 300 км. На площадь езжают бронетранспортеры, предназначенные для ведения радиационной и химической разведки. Специальные машины обеспечивают передачу данных разведки в режиме реального времени в автоматизированную систему управления войсками, а также своевременное оповещение в случае применения ядерного и химического оружия. По площади проезжают автомобили с травматизированными ударными функциями платформа М. Это бронированный робот, управляющий инстанционно, вооруженный санатометом и предназначенной системой для ведения боя в виде непосредственного контакта с противником. Платформа М является универсальной боевой техникой, используется для ведения разведки, обнаружения и уничтожения стационарных и подвижных целей, обдевой поддержки подразделений, патрульевания и отрады важных объектов. На площади Победы автомобили с батальонными 82-мм винометами, созданные для подавления живой силы и огневых средств противника, поддержку моторизованных властях, виномет активно использовался как в годы Великой Отечественной войны, так и в отеле боевых действий в Афганистане. А в благопитательностью стрельбы до 4-х километров он не будет.